всем привет вы на канале дарина свет меня зовут дарина это мои собаки лео доминик лиза и николь сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему которая актуальна абсолютно всегда вы планируете отпуск но не знаете с кем оставить свою собаку или возможно ее стоит взять с собой давайте разбираться совсем скоро новогодние каникулы и очень многие отправляются на отдых я кстати тоже запланировала поездку в европу и задумалась над тем чтобы взять с собой одну из своих собак лиску лиза у нас самая старшая она уже ездила на машине путешествовала в поезде на море но на самолете она еще не летала я решила взвесить все за и против отпуска с собакой и в конце этого ролика я расскажу кому же все-таки можно доверить свою собаку если вы решите путешествовать без нее поехали начнем с минусов и к сожалению гораздо больше в целом сборы собаки и подготовка к перелету дело очень непростое хлопотное и к сожалению даже есть определенные риски и так первый момент необходимо уточнить правила ввоза и вывоза животных в той стране которые вы собираетесь в некоторых странах запрещено возить животных то есть вы попросту не сможете полететь в эту страну вместе со своей собакой также важен вопрос карантина который длится от 7 до 30 дней то есть в некоторой стране собака после перелета обязана некоторое время несколько дней быть на ветконтроле в этом случае вообще нет смысла планировать отпуск вместе с собакой потому что вы будете в отрыве от нее собака будет в незнакомом для нее месте и вам еще придется оплачивать ее пребывание там следующий минус это бумажная бюрократия сбор необходимых документов которые включают в себя еще и ветеринарные процедуры для того чтобы вывести животное за границу его необходимо обязательно чипировать и получить сертификат на этот чип после того как вы его чипируете необходимо поставить вакцины то сделать прививки от бешенства и определенных инфекций также нужно использовать вакцину международного стандарта такую как набивак если вы будете использовать отечественные вакцины то за границей они не котируются непосредственно перед вылетом не ранее чем за три дня до него в государственной ветеринарной клинике вам нужно получить специальную форму медицинскую справку о том что ваша собака здорова и она получает право на вылет осмотр собаки иногда также включает сбор анализов также эти анализы еще могут отправлять другую страну на экспертизу поэтому как вы поняли это может занять время и вопросом медицинского осмотра и получения справок лучше заниматься заранее то есть узнать все как это проводится как это делается хотя бы за два месяца до перелета сам перелет безусловно это очень большой стресс для собаки если ваша собака вместе с клеткой в которую вы ее будете перевозить весит менее 8 килограммов то вы имеете право взять ее вместе с собой на борт но если она будет весить вместе с клеткой больше 8 килограммов то ей придется лететь в багажном отсеке самолета кстати авиакомпании несут ответственность за перелет не всех пород такие породы как пекинес бульдог мопс то есть породы с приплюснутым носом они более чувствительны к перепаду температуры к стрессу поэтому их не рекомендуется перевозить на самолете если не дай бог что-то случится то ответственность нести будете только вы по поводу покупки клетки переноски в которой вы будете перевозить вашу собаку также существует очень много нюансов для салона помимо веса да она должна быть легкая у нее еще должны быть определенные габариты но для перевозки крупной собаки в багажном отсеке есть еще дополнительные нормы критерии которым она должна обязательно соответствовать иногда выясняется что клетка не соответствует этим критериям непосредственно перед вылетом и вас могут снять с рейса в интернете вы сможете найти очень много грустных историй печальных когда к сожалению при перелете собака погибала но мне бы не хотелось сегодня обсуждать этот момент потому что в разных авиакомпаниях свои какие-то правила перелета свои нюансы главное для вас если ваша собака летит в багажном отсеке убедитесь что он отапливаемый хотя при покупке билетов вы не сможете заранее получить эту информацию и стопроцентно забронировать место для вашего питомца на борту вы также не сможете одновременно с покупкой своих билетов в некоторых авиакомпаниях забронировать место для питомца на борту можно не ранее чем за пять дней до вылета то есть всегда остается риск что вы не сможете лететь на данном борту на именно этим рейсом со своей собакой и вам придется покупать новые билеты предположим что все сложности авиаперелета позади и вы все-таки прибыли в ту страну где планируете свой отпуск при выборе и броне отеля хостела или апартаментов вас к сожалению тоже ждут некоторые ограничения потому что далеко не везде можно останавливаться на проживание вместе с собакой перед тем как бронировать вам лучше созвониться с отелем и уточнить все условия проживания с собакой безусловно большую часть отпуска вы будете проводить не в отеле а будете гулять рассматривать достопримечательности загорать на пляже или кататься на лыжах и так далее но здесь снова ждут вас небольшие ограничения потому что не везде не во все общественные места вы сможете попасть вместе со своей собакой и и придется оставлять в отеле но так как она находится в новом для нее незнакомом месте от греха подальше лучше поместить ее переноску чему она конечно же вообще не будет рада кстати говоря я в таких случаях очень сильно переживаю и спокойно отдыхать я бы не смогла и не забываем о питании если ваша собака находится на натуральном кормлении то рекомендуется на время отпуска перевести ее на сухой корм потому что в дороге и в отеле гораздо удобнее кормить собаку сухим кормом но не забываем что резко нельзя переводить собаку с натурального кормления на корм это нужно делать заранее плавно хотя бы в течение трех недель в общем это далеко не полный список действий и ограничений которые вас ждут если вы захотите полететь в отпуск вместе со своей собакой плюс только один но он конечно весом и вы не расстаетесь со своей собакой не будете скучать и переживать как она там без вас что касается меня то я обычно оставляю своих собак моей маме которая живет в соседнем доме но во первых не у всех есть такая возможность и кстати собака это не код который обычно самостоятельный она требует внимания с ней нужно гулять не у всех есть родственники или друзья к которым удобно обратиться с такой просьбой но во вторых на эти рождественские каникулы мы летим все вместе вместе с моей мамой ну а ехать вместе с четырьмя собаками это не вариант оказывается для таких случаев существуют докситеры докситеры это люди которые с удовольствием на время примут к себе в семью вашу собаку на западе докситер это известная профессия но у нас раньше такой практики не было очень круто что у нас тоже стали появляться подобные услуги когда я искала информацию брала рекомендацию отзывы у своих знакомых собачников то мне порекомендовали один очень интересный сервис докси это крупнейший сервис поиска докситеров для собак у них очень большая база всех докситеров или их еще можно назвать нянечек для собак тщательно проверяют перед передержкой между вами заключается договор а после передержки вы можете оставить свой реальный отзыв перед отъездом вы можете предварительно договориться о встрече с тем докситером которого вы выбрали познакомиться с ним лично и посмотреть в каких условиях будет жить ваш любимец как это работает на сайте доксиру или в мобильном приложении докси вы находите ближайших свободных докситеров на нужные вам даты дальше вы бронируете докситера для уверенности и спокойствия вы можете встретиться с ним лично и обсудить все необходимые вопросы затем заключаете договор и отправляетесь в заслуженный отпуск получаете фотоотчеты с вашим довольным псом и в случае надобности служба поддержки сервиса круглосуточно на связи кстати если у вас кот попугай или хомяк то в доксе тоже смогут вам помочь у них есть ситры которые примут любого гостя и еще по желанию вы сами можете подать заявку чтобы стать докситером для этого нужно заполнить подробную анкету с фото паспортными данными и отправить свои соц сети на проверку а когда ваши данные одобрят вы пройдете инструктаж тестирование и также можете принимать у себя дома четвероногих гостей я ни в коем случае не хочу вас напугать или отговорить от перелета с собакой в любом случае каждый владелец решает сам для себя брать ему собаку с собой в отпуск или нет взвесив все за и против я решила что эти рождественские каникулы я проведу без собаки потому что лиска у меня сейчас поправилась эта толстушка весит почти 7 килограммов вместе с носка это будет больше чем 8 килограммов но решиться на перелет в багажном отсеке я сейчас не смогу поэтому буду смотреть рождественскую красивую старую европу без нее я думаю так будет комфортнее всем но если вы решитесь все-таки путешествовать собакой или планируете долгую поездку или пмж уверена что при тщательной подготовке хорошем планировании все пройдет гладко я когда-нибудь обязательно решусь на перелет собака и тогда сниму для вас отдельное видео а на этом все надеюсь что этот ролик был для вас полезным любите животных и до встречи на канале пока а а